Всем привет! Я из-за Чжунгода Иисуса Чжун Шуэй. Приветствую! Удельников шестого международного Тироспленера. Спасибо большое, что пригласили меня в честь 6-го интернационального симпозиума Тироспленер. Международный симпозиум Тироспленер говорит на разных языках, пусть и онлайн, но художникам переводчик не нужен. Кисть, холст и масло – тот самый эсперанто – международный язык, на котором уже давно общаются живописцы. В этом году Тироспленер прошел с поправкой на карантин. Те, кто не смог приехать, прислали свои работы. Это из Канады художница, это художники из Белоруссии, это художники из Болгарии. Такого количества участников у нас не было ни на одном из пленеров. Ни от зарубежья, ни от Приднестровья. Всегда очень интересно, когда не благодаря, а вопреки. От Приднестровья было 20 участников. 12 дней длилась пленарная сессия Союза художников. И теперь в выставочном зале каждое полотно – идеальный пункт туристического маршрута, лучший вид и ракурс. Одна из первых точек, куда отправились художники – Кицканский плацдарм. Эти пейзажи всегда узнаваемы. Строены ряд на поле и бескрайние поля. И все это с высоты птичьего полета. В шестой международный художественный пленар и шестой раз я хотя бы одну работу пишу с Кицканского плацдарма. Выгоревшая, красивая для художника. Трава, лох серебристый, вот наши южные деревья, вот это наша южная сфумата. Есть итальянская сфумата, а у нас вот такое преднестровская сфумата. Уходящая за горизонт даль – это всегда прооптические иллюзии. Там, где земля встречается с небом – сиреневая дымка. Иногда горизонт пропадает и вовсе, а зеленое становится фиолетовым. Передать все эти оттенки – всегда интересная задача. 20 августа поехали на Кицканские высоты. И приехали мы туда, был жаркий такой день, пекло, все печет. Особо выбрать мотивов не получается, потому что настолько жарко, что кажется, что просто ты сейчас весь оплывешь. И вдруг небо затянуло тучами грозовыми, вдруг стало греметь. Такая просто как будто бы канонада какая-то. Такое чувство было, что началась война просто. Вот, стали молнии сверкать, и какой-то там ветер образовался, стал нести эти тучи. И в этот момент мы поняли, мы здесь 20 августа, в день, когда началась яско-кишиневская операция с этого плацдарма. И просто сама природа как будто бы нам подсказала этот мотив. На этом интересные события и совпадения не закончились. Обычно художники в процессе экспозиции не участвуют, но рядом в выставочном зале случайно-неслучайно оказались две работы двух разных авторов. Вот эта вот работа написана вот с этого места. Я оставила всех, стала бродить просто по вот этому песочному пляжу, а вот Тоня Колобнева встала и увидела вот этот вот мотив, и стала его писать. Я ходила, смотрела речку, смотрела отражение, вдруг поворачиваюсь и вижу огромная вот эта вот глыба песка. И там Тоня пишет, и вот эти вот огромные деревья темные такие, вот эти вот просветы небесные как бы. И меня тогда впечатлило. Вот эта ситуация не могла не впечатлить. Получилась такая вот композиция, вот этюдник, там еще один этюдник, еще одна такая работа, еще такая уходящая в бесконечность, такая вот очарование южного нашего берега Днестровского. Баржи в районе Паркан, Краевеческий музей в Бендерах, Старая Синагога или Перекресток Свердлова-Шевченко в Тирасполе. Под взгляд, а потом и под кисть художника попадают привычные обывателю места. Но даже старые деревенские домики на холстах играют новыми красками. А речной порт вдохновил художника из Китая. Сейчас Шу Вэй Чен работает над барабанной башней в Гуанси. А на Тираспленер прислал берег Днестра. И теперь мечтает написать его с натуры. Он был удивлен, что мы в Приднестровье, он не знал. И мы ему рассказали о Приднестровье, показали и на карте. И он даже не знал, где это находится, такая страна. И он там порылся в интернете и прислал нам карту, где Приднестровье подписано китайскими буквами. Говорит, я вас наконец-то нашел. В Большом зале художественного музея можно отдохнуть на Бендерском пляже или побывать на нашем крайнем севере. Точек в этом туристическом маршруте очень много. Посетить эти места можно с одним билетом. И для этого не нужно брать отпуск. Выставка продлится до середины октября. Анастасия Василькова, Дмитрий Рядькович, Александр Зелинский. Отражение.